Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель — предупредить вас об этом. Спасибо. Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями — случайный. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня обсуждаем мои любимые таблетки — это Оксан Дролон. Я их бесконечно люблю, просто по той причине, что пациенты, которые приходят уже на курсе Оксана Дролона, чаще ко мне всего обращаются люди, которые уже ставят меня, так скажем, перед тем, что они находятся на курсе тестостерона, и надо что-то с этим сделать. То есть, а когда они начинали курс тестостерона, они вот как-то не подумали, что с этим делать-то вообще. Значит, поэтому мы сейчас будем обсуждать курсы Оксаны Дролонсова. Значит, есть даже небольшой процент пациентов, у кого все хорошо после такого курса, кто вообще не делает ПКТ, но так делать не надо. Значит, что хочется сказать по курсу Оксана Дролона. У большинства людей и так не очень хорошая печень, ввиду всяких жизненных происшествий и вплоть до нарушения микробиоты. Поэтому на входе в курс Оксана Дролона все равно надо сдать анализы, печеночные маркеры и, соответственно, липидный профиль. Липидный профиль – это тоже история про печень, в первую очередь. И вы должны обращать внимание на липопротеиды низкой плотности, то есть на плохой холестерин. Вот. Значит, далее. Далее. Оксана Дролон не сработает так, как вы хотите, чтобы он сработал. Я так понимаю, раз вы используете Оксана Дролон, вы хотите жесткую мышечную массу и жиросжигание. Так вот, он не будет работать на жесткости жиросжигания, если у вас очень высокий уровень инсулинорезистентности, то есть инсулин выше 10. То есть, ну, что-то вы сожгете, где-то вы похудеете, но совершенно не так, как если бы вы даже одновременно назначили гипогликолитические препараты, про это я буду отдельный выпуск снимать, и вместе с ними употребляли, соответственно, Оксана Дролон Соло. То есть, повторюсь, людям с диагнозом R73, повышение глюкозы в крови, с диагнозом, соответственно, диабеты, с гиперлептинамией, соответственно, с нарушением микробиоты кишечника, оксан-дролон нужно проедать, соответственно, вместе с попутным лечением этих проблем. Если с диабетом все просто, я много раз рассказывал, и уже на моем канале миллион раз повторено, что ребята, сдавайте инсулино-люкозу, то, повторюсь, лептин отвечает за контроль аппетита и отвечает за липидные тоже процессы отчасти. Лептин, соответственно, нужно у нас сдавать так же, как и обычный анализ, утром натощак и так далее. Но при этом нужно учитывать, если лептин высокий, та же самая история, как с инсулино-резистентом. Это не значит, что все хорошо, это не значит, что лептин работает так много и у нас все супер. То есть, нам, значит, нужно отдельно понижать лептин. Как понижать лептин? Это вот прям, ну, отдельная лекция. Я даже не знаю, кому она здесь будет интересна, потому что, судя по статистике, вы смотрите только про анаболики. Я просто заложник теперь этой темы. Значит, ну, лептин должен быть в норме, короче, ребят. Это запомните, чтобы нормально сработала оксандролон. Далее показатели печени. Я, по-моему, да, сказал, что должны быть в норме. С микробиотой тонкого кишечника. Это тот самый анализ по осику, который я говорил. Потому что микробиота, вот приведу вам самый яркий пример. Есть, соответственно, такие клостриди и рамозум, которые могут ферментировать пищу у вас, кишечники ускорять. Потом, соответственно, отчасти вызывать воспалительные процессы. И если она повышена, то у вас в какой-то момент вот эта гречка, которая лежит, лежит себе спокойно, она резко раз и попадает в кровь. То есть она резко превращается в простой углевод. Ферментация идет схожим путем. Как, соответственно, японцы ферментируют пищу, там тоже появляются бактерии. И вот клостриди и рамозум, это вот тоже похожая бактерия, которая только находится в кишечнике. И она также не сразу, в какой-то момент, когда вы уже успокоились, может быть, вы через 2 часа глюкозу померили, она не скаканула, а вот на 3-4 час она подскакивает. И, соответственно, вы получаете эффект от гречки, такой же, как, не знаю, сахарка, мороженки, шоколадки, что-то такое. Поэтому, дорогие друзья, Осипова, вы уж, пожалуйста, сдавайтесь, следите, особенно если у вас есть жалобы на кишечник. Анализ хороший, анализ нужный, если вы хотите прогрессировать, если вы хотите себя изменить, а не просто вписываться в норму, которая дает поликлиника номером 3. Поэтому, соответственно, вот такие дела. Помните, что препарат достаточно дорогостоящий. Если уж в себя вкладывать, то вкладывать так, чтобы как минимум он не сработал на туалет. Потому что если у вас постоянно в крови резко повышаются сахара из-за больного кишечника или больной поджелудочной, то как бы, ну, аксандролон будет их, да, это принцип такой лодки. Вы плывете в лодке, у вас там вода, соответственно, заплывает в лодку постоянно. И вот больше решения, больше тренироваться, или есть там аксандролон, оно сравнимо с тем, что вы только вычерпываете воду из лодки, но брешь, которая образовалась в лодке, вы ее не пытаетесь, да, заделать. Вот. Вот тут то же самое, что повышать себе нагрузку на тренировках, это то же самое, что, соответственно, повышать себе, ну, при наличии высоких сахаров, чтобы, там, назначать себе вообще анаболические препараты. То есть без сопутствующего лечения преддиабета, диабета, там, по-другому назовем, метаболического синдрома, инсулинорезистентности, все одно и то же практически, все рядом, ничего не получится. Не получится сделать тот результат, который сделает человек, который просто генетический, соответственно, не предрасположен к данным, к конкретным заболеваниям, которые я перечислил. Это, помните, при курсе Оксандра Ауна-Сола, и не расстраивайтесь, если вы этого не делали, а он у вас не сработал. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok